Торжественный прием в праздничной атмосфере за чашкой чая стал для всех участников встречи, а в особенности для новоиспеченных специалистов больницы, памятным событием в канун наступающих новогодних праздников. В этом году штат Уваровской ЦРБ пополнили целый ряд молодых врачей, фельдшеров и медсестер, что, по словам главврача Сергея Нелюбова, стало очень значимым и долгожданным событием для медучреждения и положительным образом сказалось на повышении качества и доступности медицинской помощи для населения. Мы эти доктора, которые являются у нас уже опорой нашей в сегодняшней работе и средней медицинской работе, которые работают на скорой помощи, которые у нас работают, Александр у нас работает в кабинете смотровом мужском. Вы понимаете, какая-то сложная профессия мужской смотровой кабинет. Это тоже же онкология. Мужчины почему-то не считают, что это не их, а оказывается это их. Девчонки, которые у нас работают, врач-терапевты, медицинская сестра-терапевта, которые пришли и тоже, ну они очень медицинская сестра. Индокринолог, которого мы ждали, я не знаю сколько, наверное лет восемь, да? Ну пять точно. Лет восемь ждали. И врач наш, онколог, теперь в январе будет, который заканчивает обучение, аккредитацию проходит. Ну это тоже наши надежды, наши перспективы. Глава города Владислав Денисов поприветствовал молодых специалистов и пожелал окончившим обучение и приехавшим на работу в Уварово медикам успехов в их ответственном и беспокойном труде. Я думаю и уверен в этом, что вам повезло. Во-первых, у нас прекрасный, красивый город. Во-вторых, вы попали в самый, наверное, хороший квалифицированный коллектив медицинский и в одно из лучших медицинских учреждений, которые динамично развиваются. Мы не успеваем даже, да, за ту информацию, которая у нас появляется. Сосудистый центр, травматологический центр, гемодиализный центр, центр здоровья, онкологический центр. И вы красивые, умные, и нам действительно тоже в этом плане повезло. Мы на вас надеемся, мы верим. И здесь есть уникальная возможность себя проявить, самореализоваться как медиков. Потому что здесь есть все для этого условия. Оборудование, здесь есть старшие товарищи, которые помогут в качестве уже таких кураторов, которые всегда подскажут. Потому что здесь, да, наставник, здесь очень хороший климат создан. Здесь, конечно, и заслуга и Сергея Николаевича, и всего коллектива. Чтобы молодым специалистам было легче освоиться на новом месте и уверенно строить свои планы на будущее, им оказываются различные меры поддержки. Среди присутствующих два доктора и фельдшер – участники государственных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». От медучреждения молодым специалистам выплачиваются подъемные. Большую роль играет предоставление города молодым врачам служебного жилья. Так, квартиры были обеспечены супруги Артем и Дарья Воронины, где глава семьи является онкологом, а жена – эндокринологом. Они поблагодарили главу за предоставленную возможность иметь жилье. Отметив, что ни на секунду не пожалели, что сделали выбор в пользу Уварова, как в плане трудоустройства, так и жизни. Ну, как-то уже настроились, были готовы, как-то не передумали. Много у нас было предложений, вот еще разный начались, там воли расставляли, но уже как-то настроились, пообещали и решили. Общаясь с Владиславом Денисовым, все молодые специалисты рассказали, что легко влились в коллектив. Выразили уверенность в том, что в единстве со старшими коллегами им предстоит плодотворная работа. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. НашГород.